This conference will now be recorded. До этого я был руководителем проекта в Международном банковском институте, где был осуществлен проект по организации дистанционного обучения. Компьютерный центр специалист является ведущим компьютерным центром в России. Наш учебный процесс построен на основе лучших бауновских традиций. В настоящий момент у нас более тысячи актуальных курсов, более 35 тысяч корпоративных клиентов, более 250 преподавателей. Итак, приступим непосредственно к нашему с вами курсу. Уважаемые коллеги, мы на самом деле в жизни все реализуем проекты. Понимаем мы это, не понимаем мы этим занимаемся постоянно, даже в своей непосредственной жизни. Более того, в ходе нашего с вами семинара, а дальше кому будет интересно и в ходе нашего курса, многие из вас, мои коллеги, откроют для себя то, что оказывается те проекты, которые вы реализовывали, вы их проводили на соответствии с некими методиками лучших практик, даже сами собой, сами об этом не подозревая. Итак, для того, чтобы мы с вами изначально оговорили в одних и тех же терминах, давайте мы с вами рассмотрим, что такое проект, в принципе, о чем мы с вами будем вести речь. Значит, проект это у нас с вами изначально ограниченная временем деятельность по созданию новых продуктов, услуг или результатов. Итак, это у нас первое временное предприятие, в результате которых обязательно появятся некие уникальные продукты, услуги и результаты. Это у нас с вами движущая сила изменений и в результате обязательно появится некое создание бизнес-ценности. Итак, каковы основные причины реализации проектов? Это может быть или удовлетворение запросов и потребностей заинтересованных сторон, или реализация или изменение бизнес- или технологической стратегии, или создание, улучшение или совершенствование продуктов, процессов или услуг, или соответствие нормативным, правовым или социальным требованиям. Как правило, в жизни у нас это некий симбиоз, неких причин, которые приводят к инициации проекта. Однако, надо сказать, что статистика реализуемых проектов на сегодняшний день, она не самая замечательная. Согласно статистике, у нас на сегодняшний день не укладываются в сроке или бюджет более 84% проектов. Превышает бюджет в среднем более чем на 188%. Превышаются сроки в среднем более чем на 222%. Цели и содержание проектов остаются неизменными только лишь в 61%. Спасибо, Сергей. Итак, как мы с вами знаем, когда мы с вами занимаемся некой инновационной проектной деятельностью, деятельность действительно рискованная, деятельность действительно сложная, и в большинстве случаев ни один из проектов, ни один из проектов не проходит без каких-то либо проблем. Проблема – это нормальное качество, которое сопровождает реализуемость любого проекта. Итак, давайте мы с вами подумаем, что же мы можем предпринять для того, чтобы все-таки повысить вероятность положительного реализуемости проекта. Соответственно, этому и будет посвящен наш с вами семинар. Мы в семинаре рассмотрим, как сделать проект более успешным, как внедрить проектное управление и познакомимся с лучшей практикой. Когда мы с вами будем говорить о лучшей практике, и наш курс, и наш семинар будет построен по руководству к своду знаний по управлению проектами по имбук шестой версии. Это лучшая практика, которая разработана американским институтом PMI, и, собственно говоря, даже сам институт PMI говорит, что это лучшая практика, которую необходимо будет модифицировать от требований вашего бизнеса. И это вполне логично. Эта лучшая практика выпускается для всех стран мира. На сегодняшний день их почти 200. В каждой стране есть свои культурные, исторические, религиозно-законодательные развития. Более того, кроме того, что страны различаются, нет двух похожих проектов. Различны все организации. Поэтому вам предлагается лучшая практика, которую вы можете применить, непосредственно адаптировав к требованиям вашего бизнеса и к требованиям вашей организации. И к требованиям вашей организации. Значит, что хотелось сказать. Что касается курса. Курс, который я читаю, он является курсом теоретическим. Это курс по управлению проектами на основе стандарта PMI, PMBOOK 6 версии. Соответственно, кто из вас, мои дорогие коллеги, придет на курс, а кто не придет, скажу сейчас. Кроме этого курса по управлению проектами, есть большое количество курсов, которые отражают те, либо другие области знаний, будь то, как календарное планирование. Большое количество курсов у нас будет посвящено непосредственно командной работе, что крайне важно и крайне тяжело. Есть курсы, которые посвящены проектам, есть курсы, которые посвящены офису управления проектами. В нашем с вами курсе мы с вами также рассмотрим agile методологию. Кому из моих коллег, кто хочет более глубоко погрузиться в agile методологию, у нас есть три дополнительных курса, которые непосредственно ей посвящены. Итак, что касается курса, в ходе курса вы получите целую основную системную картину управления проектами и познакомитесь с терминологией и методом управления проектами. Как будет построен курс? Как будет построен курс? Изначально мы с вами в ходе курса познакомимся с управлениями, с теми стандартами по управлению проектами, которые есть на сегодняшний день в мире. Далее мы с вами детально познакомимся с теми качественными компетенциями и талантами, которыми должен обладать руководитель проекта. Далее мы с вами в ведении подробно остановимся, что такое проектная деятельность, что такое проект, что такое программы, что такое портфели. И далее мы с вами перейдем к среде, в которой осуществляется проект. Проект у нас с вами осуществляется не в космосе, не в неких теоптичных условиях. На него будет оказывать большое количество факторов влияния. Это будет как активы организационного проекта, процесса, так и факторы среды предприятия. Соответственно, в рамках различных ограничений мы с вами посмотрим, каким образом мы будем выбирать с вами стратегию развития нашего проекта. Мы очень подробно остановимся на типах организационных структур. Это будет крайне важно. Если мы не учтем типы организационных структур, где будет развиваться наш проект, успешным проект будет маловероятным. Далее мы с вами познакомимся с офисом управления проектами и перейдем к четвертому модулю, а именно жизненный цикл проекта, фазы проекта и группы процессов управления, где мы очень подробно остановимся на таких жизненных циклах, как предиктивный, интеративный, инкрементный и адаптивный. Для нас это будет крайне важно, потому что мы в процессе планирования, а далее в процессе реализации проекта будем постоянно выбирать, каким же подходом мы с вами будем пользоваться. Далее мы с вами непосредственно перейдем к группе процессов. Естественно, мы начнем с группы процессов инициации, затем перейдем к группе процессов планирования, далее к исполнению, далее к мониторингу и контролю и закончим группы процессов закрытия. Итак, что хотелось сказать? Зачем ли все-таки нужен курс? Если у нас есть такая замечательная методология, то мы, собственно говоря, можем взять методологию, изучить ее и прекрасно ее применить на практике. Зачем нам нужен курс? Однако, уважаемые коллеги, у нас ограниченное время. Если позволите, я оставлю специально время на ответы в конце курса, в конце семинара. Соответственно, я сейчас все расскажу, а в дальнейшем, если позволите, я постараюсь ответить на все ваши вопросы. Значит, если мы можем взять такую методологию, мы, собственно говоря, можем ее изучить. И зачем нам нужен с вами курс? Те из моих коллег, кто уже непосредственно пытался изучать методологию, а именно пленбук, знают, что это именно пленбук построен именно как методология, он построен именно как теория, именно как теория. И для уважаемой коллеги, у всех нет звука. Спасибо вам большое. Кто уже пытался изучать методологию, знает, что методология построена именно как теория, знает, что методология достаточно сложна для того, чтобы уловить в ней логику и здравый смысл. А если мы с вами не уловим здравый смысл и логику, то нам будет крайне тяжело понять методологию, крайне тяжело. И изначально, даже при первом прочтении, уловить этот здравый смысл будет сложно. Почему? Как построена методология? Методология построена следующим образом. Есть 10 областей знаний, а именно интеграция, содержание, расписание, стоимость, качество, ресурсы, коммуникации, риски, закупки и заинтересованные стороны. И каждая из этих областей знаний будет отдельно проходить по группе процессов. Соответственно, сначала, допустим, содержание пройдет группа процессов инициации, потом планирование, исполнение, мониторинг-контроль и закрытие. Да, это будет непосредственно именно теория, это будет непосредственно именно методология. Причем каждый процесс будет рассмотрен следующим образом. Будут на вход поступать некие данные или документы, какие применяются при этом инструменты и методы, и какие результаты либо документы мы с вами будем иметь на выходе. Изучить ее, безусловно, можно, конечно, можно, но это тяжело. Это реально тяжело, это сложно, это долго. Для того, чтобы методология стала ясна и понятна, я построил курс следующим образом. И кто придет на мой курс, курс будет выглядеть следующим образом. Мы будем изучать курс как некую карту процессов. Соответственно, именно так, как бы мы реализовывали непосредственно этот проект в нашей практике. И когда мы рассмотрим ее именно как карту процессов, как пошаговую инструкцию, каким образом можно применить методологию для того, чтобы сделать проект успешным, то, собственно говоря, изучение методологии станет совершенно ясным и понятным. То есть непосредственно по имбук станет для вас некой настольной книгой, где вы всегда сможете знать, взять и знать, где какую информацию вы можете добыть. То есть это будет непосредственно справочником, к которому вы периодически сможете обращаться. Соответственно, с чего мы начнем? Прежде чем запустить проект, как мы с вами понимаем, в организации, как правило, много инициатив. Да, и в организациях, как всегда, не всегда не хватает ресурсов. Это нормально. В жизни всегда не хватает ресурсов. И за ресурсы всегда идет борьба. Соответственно, когда выбирается, какой проект запустить, то выбирается самый приоритетный проект, который может принести максимальную пользу стратегии и бизнесу. Проекты приоритизируются и выбирается самый важный процесс на данный момент. Соответственно, прежде чем приступить, прежде чем запустить проект, у нас собирается некий комитет, который будет принимать решение, какой из проектов мы с вами будем запускать. Соответственно, мы с вами внимательно будем рассматривать такие документы, как бизнес-кейс и план управления выгодами. Кроме того, нам с вами понадобятся финансовые показатели. И мы с вами остановимся на таких финансовых показателях, как чисто приведенная стоимость, окупаемость инвестиций, внутренние нормы доходности, период окупаемости инвестиций и отношение выгод к затратам. Итак, допустим, наш с вами проект, некий наш с вами комитет признал крайне важным и дал добро на его реализацию. Соответственно, мы с вами перейдем непосредственно к карте процессов. И первое, чего мы с вами начнем, это непосредственно устав нашего с вами проекта. Соответственно, устав это у нас будет некий документ, который обеспечивает единственное понимание проекта, да, его цель ограничить ограничений. Устав у нас с вами официально запускает проект, и в нем у нас будет назначаться руководитель проекта с необходимыми полномочиями. Следующий процесс, который мы с вами рассмотрим, это будет процесс Это будет процесс непосредственно идентификации заинтересованных сторон. Он будет для нас крайне важен. Этот реестр заинтересованных сторон будет с нами идти по пути развития всего нашего с вами проекта. Ну, первое, кого мы будем называть заинтересованными сторонами. Заинтересованными сторонами мы будем называть либо отдельных лиц, либо группы лиц, либо это могут быть организации, на которых может повлиять результаты проекта, либо они смогут повлиять на результаты нашего проекта. Соответственно, мы будем эти заинтересованные стороны постоянно выявлять, мы их будем постоянно приоритизировать, потому что, естественно, в первую очередь мы будем с вами обращать внимание на заинтересованные стороны, которые обладают высоким влиянием, которые могут как принести большие позитивные моменты, так и большие проблемы к нашему проекту. Соответственно, мы с вами будем выстраивать стратегии, каким образом мы сможем перетащить заинтересованную сторону, если она находится в оппозиции, в поддержку нашего процесса. Ну и непосредственно после этого мы с вами непосредственно подойдем к группе процессов планирования, в которых, что мы с вами сделаем, и в жизни мы поступили бы следующим таким же образом. Первое, с чего нам нужно с вами разобраться, это непосредственно с содержанием, это какой продукт мы с вами хотим выпустить, и что будет включаться в наш с вами проект. Соответственно, прежде всего нам необходимо с вами спланировать. Соответственно, мы с вами выпустим план, что у нас будет включаться в наш с вами продукт, что будет являться содержанием продукта, и что будет являться содержанием проекта. Далее, поскольку мы с вами уже имеем реестр заинтересованных сторон, мы помним, что мы с вами его выпустили в фазе инициации, и теперь, соответственно, от этих заинтересованных сторон мы собираем требования. Мы собираем требования, что эти заинтересованные стороны хотели бы видеть в качестве продукта и в качестве проекта. Соответственно, когда мы с вами собрали такие требования, следующее, к чему мы приступили, и в жизни мы поступили бы таким же образом, мы непосредственно определили бы содержание нашего продукта, который мы будем выпускать. Кроме того, в этом процессе мы с вами также еще и определим критерии приемки, непосредственно на критерии приемки, по которым мы с вами будем этот продукт с вами сдавать, иначе у нас будет большое количество проблем в фазе сдачи. Когда мы с вами определились, что непосредственно будет входить в наш с вами продукт, Мы теперь можем определиться, какие нам для этого с вами необходимы ресурсы. Соответственно, мы переходим к следующему процессу, а именно к плану управления ресурсами. Мы с вами определяемся, какие ресурсы нужны, кроме этого, и количественным и качественным характеристикам этих ресурсов. И, соответственно, когда мы с вами определились, какие ресурсы нам с вами необходимы, мы теперь можем понять, что из этих ресурсов у нас с вами есть, а чего нет. Соответственно, если у нас нет, то нам с вами необходимо их будет закупать. И далее мы с вами перейдем к достаточно сложному решению. Оно будет действительно сложное. А именно решение, что мы будем производить, а что мы будем покупать. И в этом решении мы с вами будем использовать не только такие простейшие аргументы, как дешевле-дороже. Это будет действительно сложное решение, которое будет включать в себя большое количество критериев. Оно будет крайне непростым. После того, когда мы с вами поняли, что мы с вами должны купить, мы с вами непосредственно перейдем к плану управления закупками. Соответственно, в плане управления закупками, это все-таки большинство требований, которые стоят в нашем с вами 223-44 законе. Соответственно, здесь мы с вами также определимся с типами контрактов и не только с договорами с фиксированной ценой, которыми мы в большинстве случаев пользуемся в жизни. Но и также у нас с вами будет договор с размещением затрат и рассмотрим также договоры, время и материалы. Кроме того, в этом процессе мы с вами рассылаем все конкурсные документы. Мы рассылаем описание работ. Мы определяемся с критерием выбора поставщиков. Но непосредственно выбора поставщиков и заключением контракта мы с вами будем уже заниматься в фазе исполнения. И далее, когда мы с вами поняли, что мы с вами будем покупать, а что мы с вами будем производить самостоятельно, мы можем перейти к следующему достаточно тяжелому решению, а именно созданию иерархических татуировок работ, где мы определим для начала пакеты работ, которые будут входить в наш проект. Когда мы определимся с пакетами работ, которые войдут в наш проект, мы сможем определиться, мы сможем начать, приступить к планированию расписания, к планированию расписания нашего с вами проекта. И следующий процесс, к которому мы подойдем, это непосредственно планирование расписания. Соответственно, поскольку у нас с вами мы уже определились с пакетами работ, далее мы с вами определимся непосредственно с операциями, с теми операциями, которые мы с вами будем производить в ходе нашего проекта. Когда мы с вами определимся, какие операции мы с вами будем производить, соответственно, и в жизни мы с вами поступили бы так же. Следующий процесс, который мы с вами рассмотрим, это будет последовательность этих операций. Мы рассмотрим последовательность этих операций, мы с вами рассмотрим логические связи, которыми они могут быть связаны. И, соответственно, после этого мы в конце этого процесса, мы с вами непосредственно построим диаграмму сети расписания нашего с вами проекта. Однако, чего мы еще не знаем о наших операциях. Мы не знаем, какие для них нужны ресурсы, мы не знаем их длительность и мы не знаем их стоимость. Соответственно, в следующих процессах мы будем с этим определяться. И, соответственно, следующий процесс, к которому мы с вами перейдем, это непосредственно будет процесс оценки ресурсов для наших с вами операций. Когда мы оценим ресурсы для наших с вами операций, мы с вами сделаем иерархическую структуру всех ресурсов, которые нужны будут для выполнения нашего с вами проекта. Следующий процесс, к которому мы с вами приступим, это будет оценка длительности этих операций. Это будет оценка длительности этих операций. Когда мы с вами оценили ресурсы и оценили длительность, чего нам еще не хватает? Нам не хватает стоимости наших операций. Соответственно, к следующему процессу, который мы перейдем, это будет непосредственно планирование. Это будет непосредственно управление стоимостью наших операций и далее будет следующий процесс. Мы с вами непосредственно оценим стоимость каждой из наших с вами операций. Когда мы определились с ресурсами, которые нужны нашей операции, определились с длительностью операции, определились со стоимостью операции, мы с вами непосредственно перейдем к процессу, а именно к процессу разработки нашего расписания. В этом процессе мы с вами остановимся на таких важных вещах, как анализ сети расписания. Мы с вами рассмотрим метод критического пути, мы с вами рассмотрим метод оптимизации ресурсов, мы с вами рассмотрим метод моделирования. Соответственно, когда мы с вами определимся непосредственно с расписанием нашего с вами проекта, следующий процесс, которым мы сможем с вами перейти, это будет непосредственно определение бюджета нашего с вами проекта. Соответственно, что мы еще не успели рассмотреть в их фазе планирования. Соответственно, далее мы с вами рассмотрим следующий важнейший процесс, а именно управление качеством нашего проекта. Где мы с вами рассмотрим на основании каких метрик мы, какие метрики мы будем с вами выставлять, да, какими стандартами пользоваться. Да, соответственно, мы с вами рассмотрим такие важнейшие вещи, как стоимость качества и оптимальная стоимость качества. Соответственно, мы с вами рассмотрим, что у нас будет являться стоимостью соответствия требований, а что будет являться стоимостью несоответствия требований. Выставим эти методы качества. И следующий процесс, к которому мы с вами после этого приступим, это будет процесс планирования наших с вами коммуникаций. Планирование наших с вами коммуникаций. Для нас процесс с вами крайне важен. Более того, по статистике руководителей проектов 90% времени уделяет именно на коммуникации. Это одна из его важнейших функций. Что мы с вами сделаем в рамках этого процесса? Первое, мы с вами определим все каналы коммуникации, которые есть между заинтересованными сторонами. Второе, мы эти каналы коммуникации задокументируем. Мы их задокументируем не только как канал, мы задокументируем их, какими технологиями мы с вами будем пользоваться, какими методами мы с вами будем пользоваться, что по этим каналам будет передаваться, Кто может получать, не может получать конфиденциальную информацию, в какие сроки и что будет отправляться нашим заинтересованным сторонам. И каждый из каналов коммуникации мы с вами отдельно задокументируем. Для нас будет важный и сложный процесс. И следующий процесс, которым мы с вами проступим в рамках фазы планирования, это будет план вовлечения заинтересованных сторон. Соответственно, мы с вами помним, что реестр заинтересованных сторон идет у нас с самого начала проекта. И, соответственно, здесь у нас он уже достаточно большой. Мы знаем большинство заинтересованных сторон, которые есть в нашем с вами проекте. И непосредственно здесь мы с вами будем выстраивать стратегии, каким же образом мы будем работать с каждой из заинтересованных сторон. Ну и что у нас еще осталось из фазы планирования? Дальше мы с вами непосредственно будем заниматься рисками. Будем заниматься рисками. И сначала, естественно, мы с вами планируем, каким образом мы этими рисками будем заниматься. Следующим процессом мы эти риски полностью идентифицируем. И дальше нам с вами эти риски, естественно, необходимо будет оценить. Нам необходимо будет оценить. Соответственно, нам их с вами будет необходимо оценить как по качеству, так и по количеству. Соответственно, мы оценим наши с вами риски, мы их приоритизируем. И когда мы поймем, какие риски для нас наиболее важны, соответственно, после этого мы с вами сможем приступить к следующему процессу, а именно к плану реагирования на наши риски. Соответственно, здесь непосредственно мы уже будем определяться со стратегиями реагирования на наши риски и будем вырабатывать стратегии и планы реагирования на каждый из наших с вами рисков. Соответственно, после этого мы с вами перейдем непосредственно к группе процессов исполнения. К группе процессов исполнения. В группе процессов исполнения что мы с вами будем делать? В группе процессов исполнения на нас лежит какая основная роль? Соответственно, изначально мы с вами, естественно, проведем стартовое совещание, после чего непосредственно приступим к фазе исполнения. При этом на нас лежит только общее управление работами, то есть сами работы мы с вами производить не будем. И, соответственно, чем для нас важен эта фаза, в этой фазе мы с вами будем собирать данные о том, как пристекает наш с вами проект. И эти данные мы в дальнейшем будем отправлять в фазу мониторинга контроля, где эти данные будем анализировать и будем из этих данных формировать уже непосредственную информацию. Что мы с вами еще будем делать в этом процессе? У нас будет важнейший процесс, а именно управление знаниями нашего с вами проекта. Соответственно, мы с вами будем рассматривать, каким образом эти знания будут накапливаться, каким образом будут собираться документироваться. В дальнейшем рассмотрим, как будет производиться передача, получение, использование. Будет постоянное дальнейшее обогащение этих знаний, каким образом мы будем управлять знаниями, явными, неявными. Для нас это будет действительно крайне важный процесс, мы на нем, а мы ему уделим большое количество времени. Какой процесс мы рассмотрим еще в фазе исполнения? Это будет у нас с вами процесс непосредственного реагирования на рисков. Соответственно, здесь мы в соответствии с тем планом, который мы с вами построили, будем на эти риски реагировать и собирать данные, как сработали наши с вами стратегии, как сработали наши с вами планы. Соответственно, что мы с вами еще рассмотрим в фазе исполнения? Мы с вами рассмотрим, у нас будет отдельный процесс, у нас будет с вами отдельный процесс по приобретению ресурсами. Причем, когда мы с вами будем говорить о ресурсах, под ресурсами мы с вами будем понимать не только нематериальные ресурсы, но и материальные, то бишь наших с вами людей. То есть здесь мы непосредственно будем собирать нашу с вами команду. После того, как мы с вами соберем нашу с вами команду, эту команду мы с вами будем развивать и эту команду мы с вами будем управлять. Соответственно, здесь мы с вами будем браться в том числе и с конфликтами. Здесь у нас будут с вами, мы с вами будем рассматривать стратегии, которые мы с вами будем применять для борьбы с конфликтами. Мы с вами рассмотрим различные стадии развития команды. Мы с вами рассмотрим различные теории, такие как теория мотивации Маслоу. Отдельно мы с вами рассмотрим теорию мотивации Герцберга. Рассмотрим теорию Дугласа Макгрегора. И далее мы с вами приступим к следующему процессу, к следующему процессу, а именно проведение наших с вами закупок. Как мы с вами помним, на фазе инициации мы с вами разослали все тендерные документы. Мы с вами определились с контрактами. Мы с вами определились с критерием поставщиков. И вот здесь уже непосредственно в фазе исполнения мы этих поставщиков будем отбирать. И здесь непосредственно мы будем заключать нашими с вами контракты. Следующий процесс, который мы с вами рассмотрим, следующий процесс, который мы с вами посмотрим, это будет управление нашими с вами качеством. А здесь крайне важный для нас с вами процесс. Здесь мы непосредственно будем собирать о том, насколько как производство нашего продукта, так и процессы нашего проекта соответствуют тем критериям качества, которые мы с вами установили изначально в плане управления качеством. Здесь мы с вами будем проводить аудиты нашего качества. Здесь мы будем собирать данные по нашему с вами качеству. И соответственно эти данные будем передавать в фазу мониторинга контроля, где мы ее будем очень внимательно анализировать. После этого мы с вами приступим к следующему процессу нашей с вами карты, а именно управления нашими с вами коммуникациями. Здесь мы эти коммуникации непосредственно будем проводить. Мы соответственно будем смотреть, насколько они у нас с вами результативны. Мы будем искать ошибки, либо что мы с вами не успели, не смогли учесть. И соответственно эти данные мы будем с вами также передавать в фазу мониторинга контроля, где мы их будем очень внимательно анализировать. И следующий процесс, который мы с вами рассмотрим в фазе исполнения, это непосредственно управление вовлечением заинтересованных сторон, где мы также будем смотреть, насколько срабатывают наши стратегии и планы по вовлечению, насколько они успешны. И соответственно также будем собирать данные и передавать их в фазу мониторинга и контроля. Далее мы с вами непосредственно перейдем к фазе мониторинга и контроля нашего с вами проекта, где, почему эта фаза для нас особенно важна. Мы с вами должны помнить, что руководитель проекта должен постоянно действовать проактивно. То есть руководитель проекта, он не имеет права констатировать проблему. Он эту проблему должен предвидеть и изначально для нее вырабатывать планы реагирования. Соответственно для того, чтобы это сделать, ему необходимо делать прогнозы. А для того, чтобы ему делать прогнозы, ему необходимо получать данные из фазы исполнения. Соответственно брать базовые планы из фазы планирования и смотреть, каким образом протекает процесс. Соответственно мы с вами отдельно рассмотрим контроль расписания и контроль стоимости, где мы остановимся на таком инструменте, очень внимательно, как освоенная стоимость. Что для нас еще, чем будет еще крайне важен для нас фаза мониторинга и контроля. У нас будет такой процесс, у нас будет такой процесс, как непосредственно интегрированный контроль изменений. Чем он для нас будет с вами важен? Чем он для нас с вами будет важен? Мы рассмотрим такой ключевой комитет, как совет по контролю изменений. Это будет постоянный действующий орган нашего с вами предприятия, который будет принимать решение об одобрении или неодобрении запросов на изменения, которые будут к нему поступать. Что мы с вами еще рассмотрим в фазе мониторинга и контроля? В фазе мониторинга и контроля. Соответственно, естественно, мы с вами очень подробно остановимся на контроле ресурсов. На контроле ресурсов. Почему? Потому что одна из важнейших функций Рубитли проекта не только выбивать, именно выбивать ресурсы в то время того качества, того количества и в той географической точке, где необходимо. Одна из его важнейших функций, он должен контролировать и убеждаться, что ресурсы высвобождены после того, как они больше не нужны для реализации нашего с вами проекта. Соответственно, здесь в фазе мониторинга и контроля, да, как мы с вами говорили, мы будем анализировать данные, поступающие из фазы исполнения. И, соответственно, следующий процесс, который мы с вами рассмотрим, это будет процесс мониторинга коммуникаций. Соответственно, мы будем смотреть те данные, которые поступили из фазы исполнения и анализировать, насколько правильно мы с вами выбрали стратегии и планы по нашим коммуникациям, насколько мы правильно все задокументировали, насколько у нас все работает и не возникает ли у нас каких-либо ошибок. Соответственно, после этого мы с вами рассмотрим процесс мониторинга вовлечения заинтересованных сторон, мониторинга вовлечения заинтересованных сторон, да, где также мы с вами будем брать данные из фазы исполнения, из фазы исполнения и смотреть, насколько срабатывают наши с вами стратегии и планы по вовлечению заинтересованных, заинтересованных сторон. Соответственно, также у нас мы с вами отдельно остановимся на крайне важном процессе, а именно мониторинг рисков, а именно мониторинг рисков, где также мы с вами будем сравнивать поступающие данные с теми планами и стратегиями, которые у нас с вами будут выработаны и, соответственно, смотреть, насколько мы все с вами правильно спланировали и как проистекает наш с вами проект, да. И мы, следующий процесс, который мы с вами рассмотрим, это будет непосредственно процесс контроль содержания. Это будет непосредственно процесс контроля содержания. Этот процесс, в этом процессе мы будем контролировать поступающие данные из фазы исполнения и контролировать, что мы исполняем только те работы, которые мы с вами запланировали. Мы именно в этом процессе будем следить, что у нас нет расползания содержания, то бишь неконтролируемого расширения содержания нашего проекта и продукта. И после этого мы с вами, прежде чем сдавать наш с вами продукт, мы с вами перейдем к процессу контроля качества. В первую очередь мы самостоятельно убедимся, что тот продукт, который мы собираемся сдавать, полностью соответствует тем стандартам и метрикам качества, которые мы для него установили. И вот только после того, как мы полностью в этом самостоятельно убедимся, вот только после этого мы с вами непосредственно перейдем к следующему процессу подтверждения содержания. Вот здесь мы непосредственно уже берем ту методику сдачи, которую мы с вами выработали, непосредственно приглашаем заинтересованных сторон с заказчиком и непосредственно сдаем наш с вами продукт. Соответственно, после того, как мы с вами сдали наш с вами продукт, нам с вами необходимо закрыть все наши закупки, нам с вами необходимо закрыть все наши финансовые обязательства, которые у нас остались перед нашими с вами поставщиками. Соответственно, следующий процесс, который мы с вами рассмотрим, это будет контроль закупок. И только когда мы полностью закрыли все наши финансовые обязательства, только после этого мы с вами можем перейти к фазе закрытия нашего с вами проекта. Соответственно, вы в фазе закрытия нашего с вами проекта, по каким причинам может быть закончен наш проект, если мы с вами достигли цели, которые мы с вами установили. Если эти цели уже не могут быть достигнуты, если финансирование уже исчерпано, либо ресурсы уже исчерпаны, если потребность в проекте уже отпала, либо проект может прекратиться по неким юридическим причинам. В этих случаях процесс у нас будет завершен. Соответственно, здесь мы с вами будем готовить итоговый отчет о том, как происходил наш с вами проект. И любой успешный проект по нашей с вами методологии всегда заканчивается банкетом. Итак, вот что мы с вами очень кратко будем рассматривать в ходе нашего с вами курса. Уважаемые мои коллеги, уважаемые мои коллеги, я дам. На чем еще хотел остановиться? На чем еще хотел остановиться? На чем еще хотел остановиться? По окончании курса вы получите сертификаты, в том числе и международный сертификат, который даст вам 24 ПДУ для тех из наших коллег, кто в дальнейшем захочет пройти экзамен на соответствование требованиям ПМП. Так, уважаемые коллеги, я готов ответить на ваши вопросы. Изначально был вопрос, где взять презентацию. Я выложил вам презентацию в ваши личные кабинеты, поэтому зайдете в ваш личный кабинет и скачаете там презентацию. Что касается карты процессов, она будет достаточно большой. Уважаемые коллеги, обязательно приходите на наш курс. Я, естественно, в ходе курса вы получите и эту карту, и вы получите к ней дополнение, потому что без дополнения она вам будет совершенно неудобна и непонятна. Продолжение следует... Если вы захочет посетить наш курс, ближайший курс, который будет приходить, он будет проходить с 20 мая по 22 мая, мы с нетерпением будем ждать вас на нашем курсе. Спасибо вам большое за внимание. Спасибо. 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 Спасибо.